Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Обожаю подборочку заголовочков. Две новости. В Иране состоялась вторая публичная казнь участника протестов. В Иран для обмена опытом прилетел с визитом генпрокурор России Краснов. Все понятно? В Галумете детей одели в бронежилеты и дали автомат. Детей мобилизованных семей администрации села отправила воинскую часть на экскурсию. Сначала несовершеннолетних отправили в музей, а потом в спортзал. После такой переподготовки малыши встретились с Дедом Морозом. Фотографии публикуют во Вконтакте глава Голумецкого муниципального образования Лариса Головкова. Дети отвели в музей воинской славы. Там они смотрели на каски, котелки, пистолеты и многое другое. Позже все пошли в тренажерный зал, где детей посадили за шторвал. Там же они познакомились с бытом солдат. Им показали казармы. Мальчишки и девчонки посетили спортивную комнату, поднимали гантели. Пробуя свою силу, детворе показали боевое оружие и накормили ребят настоящим вкусным солдатским обедом. После детей отправили в резиденцию Деда Мороза. Хочешь Деда Мороза увидеть, умей автомат разбирать. На 21-летнего россиянина, которого сняли с автобуса перед границей с Грузией, завели уголовное дело о приготовлении к переходу на сторону противника. Как говорится, почалось. Савелий Фролов отправлен в СИЗО во Владикавказе, сообщает Первый отдел. Ему вменяется часть 1 статьи 30 и статьи 275 «Переход на сторону противника», который летом этого года включили в состав статьи о государственной измене. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии. Страна обвинения убеждена, что Савелий Фролов намеревался вступить в легион «Свобода России». Существование формирования известно только со слов политика и экс-депутата Госдумы Льи Пономарева. Это одно из первых дел у госизмений по этой форме. Переход на сторону врага комментирует дело адвокат Первого отдела Евгений Смирнов. Пока сложно судить о тех доказательствах, которые оперируют следователи ФСБ. На суде по избранию меры по пресечению следователь говорил, что Савелий купил летом камуфляжные штаны и специальную обувь, которые можно использовать в ходе боевых действий, а также, по мнению ФСБ, пытался через Грузию, Турцию, Польшу попасть на фронт. Однако ни билетов, ни визы он не имел. В конце октября этого года Савелия Фролова сняли с автобуса на КПП «Верхний Ларс» при попытке выехать в Грузию. Перед этим пограничники забрали его смартфон, чтобы изучить, на что он подписан. Позднее молодой человек был арестован на 15 суток якобы за то, что матерился в общественном месте мелкое хулиганство. Тогда Фролов якобы добровольно написал отказ от пересечения границы, а его друзья сообщили, что сотрудники ФСБ намерены допросить молодого человека. Московские школы получили стоп-листы артистов, чьи треки нельзя включать на новогодних дискотеках для учеников. Список обширенный обхватывает почти всех артистов с антивоенной позицией, а также музыкантов-инагентов. В 2023 году будем служить только рэпчик вечернего мудозвона. Госдума в первом чтении приняла законопроект, отменяющий наказание за преступления, совершенные в интересах России на оккупированных территориях Украины. Авторами законопроекта выступили единороссы Клишас и Павел Крашенинников, депутат Госдумы. Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершенное которого установлена нормативными правовыми актами Украины или России, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной, Луганской Народной Республик, говорится в тексте законопроекта. Как уточняется адвокатская улица в пояснительной записке, говорится, что индульгенции выдается только на действия, совершенные до 30 сентября 2022 года. При этом дата указана исключительно в первой части второй статьи, что при буквальном прочтении документа не устанавливает временных границ для освобождения от уголовного наказания. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok